Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о Позитано. Позитано – это один из самых известных и живописных городов на Амальфитанском побережье в Италии. Расположенный на склонах гор, спускающихся к Теренскому морю, этот город очаровывает своей архитектурой, природой и богатым историческим прошлым. История Позитана уходит корнями в античность. Первые поселения на этом участке Амальфитанского побережья появились еще в римские времена. Считается, что Позитано был основан выходцами из близлежащих регионов, включая древний город Пестум. По легенде город получил свое название от Посейдона, древнегреческого бога моря, в честь которого, как полагают, город и был назван. В средневековый период Позитано стал важным торговым портом и местом, через которое проходили корабли между Средиземноморьем и другими торговыми маршрутами. Однако город подвергался частым нападениям пиратов, что привело к строительству многочисленных сторожевых башен вдоль побережья. Эти башни служили не только для обороны, но и как сигнальные пункты, оповещающие местных жителей о приближении угрозы. В период существования Амальфитанской республики 9-11 века Позитано стал одним из ключевых портов побережья. Амальфи был важным морским государством и Позитано сыграл свою роль в его экономическом росте, развивая торговлю и судоходство. Город был важной точкой для перевозки товаров, таких как специи, ткани и другие редкие предметы торговли, которые поступали в Европу с востока. С падением Амальфийской республики и усилением внешних угроз, таких как атаки норманов и сарацин, Позитано потерял свою прежнюю значимость как крупный порт. Город начал постепенно приходить в упадок, однако жизнь в нем продолжала существовать, благодаря рыбной ловле и сельскому хозяйству. В 17 веке Позитано, как и другие города региона, оказался под властью Неполитанского королевства. В конце 19 века и в начале 20 века многие жители Позитано эмигрировали в Америку и Австралию, в поисках лучшей жизни из-за экономических трудностей и отсутствия возможностей в регионе. Период упадка продолжался вплоть до середины 20 века. Настоящий расцвет города начался после Второй мировой войны. Позитано стал центром притяжения художников, писателей и поэтов, а также европейской богемы. Благодаря своему уникальному расположению и живописной архитектуре, город привлекал знаменитостей и туристов со всего мира. Сегодня Позитано – это один из самых популярных туристических курортов Италии. Несмотря на свой небольшой размер, город является символом роскоши и итальянской элегантности. Его узкие улочки, постельные дома, которые каскадом спускаются к морю, и великолепные виды на Тиренское море делают его настоящей жемчужиной Амальфитанского побережья. Позитано – это город, который словно врезан в склоны гор на побережье Тиренского моря. Его уникальный ландшафт и рельеф стали визитной карточкой города, привлекая туристов со всего мира, желающих насладиться живописными видами и атмосферой Средиземноморья. Позитано известен своей изрезанной береговой линией и крутыми склонами. Город занимает территорию на южной стороне полуострова Соренто, всего в 60 километрах от Неаполя. Окруженный горами и спускающийся к морю, Позитано предлагает потрясающие панорамные виды на Тиренское море и легали – группу небольших островов, виднеющихся на горизонте. Главная особенность рельефа Позитано – его каскадное расположение на склонах лотерейских гор, часть которых поднимаются на высоту более тысячи метров. Основные вершины, окружающие город – Монте-Сан-Анджело и Монте-Компо – придают Позитано особую атмосферу уединенности и защищенности. Город буквально встроен в крутые склоны, и его архитектура гармонично сочетает природу и искусственные сооружения. Улицы и дома, словно террасы, располагаются над друг другом, создавая эффект падающего города. Этот каскадный рельеф стал отличительной чертой Позитано, которая делает его непохожим на другие города Италии. Путешествие по городу связано с постоянным перемещением вверх и вниз, по многочисленным узким лестницам и извилистым дорожкам. Местами уклон становится настолько крутым, что перемещаться по нему можно только пешком, что добавляет особого шарма и романтики для посетителей. Берег Позитано изрезан скалами и бухтами, а основной пляж Спидже-Гранде является центральной точкой, куда спускаются большинство туристов. Этот пляж находится у подножия крутых скал и окружен живописными зданиями, выстроенными вдоль берега. Доступ к пляжу возможен либо по крутым дорожкам, либо по ступеням, что подчеркивает значимость рельефа в жизни города. Кроме центрального пляжа, Позитано известен многочисленными уединенными бухтами и пляжами, к которым можно добраться только на лодке или по тропам. Пляжи, как правило, галечные, что добавляет природной аутентичности и сохраняет их первозданный вид. Склоны, окружающие Позитано, покрыты богатой средиземноморской растительностью. Оливковые рощи, лимонные деревья, виноградники и сосновые леса встречаются повсеместно и придают городу насыщенные ароматы и яркие краски. Лимонные деревья, в частности, являются символом всего Амальфитанского побережья и Позитано не исключение. Лимонные рощи, расположенные на террасах, добавляют еще один элемент к уникальному ландшафту города. Из-за своего рельефа и ограниченной площади, Позитано обладает сложной транспортной системой. Основные дороги, ведущие к городу, узкие и извилистые, что характерно для всей Амальфитанской ривьеры. Внутри самого города передвижение на машинах ограничено и большинство улиц предназначены для пешеходов. Из-за этого многие тропы и лестницы становятся не просто туристическим маршрутом, но и частью повседневной жизни местных жителей. Существует множество горных троп и маршрутов, которые начинаются в Позитано и ведут к более высоким точкам на Лотарийских горах. Самая известная из них – Путь богов. Тропа, проходящая через захватывающий дух панорамы вдоль побережья. Рельеф Позитано диктует особенности его архитектуры. Дома строятся на террасах, часто с плоскими крышами, которые служат дополнительным жилым пространством или садом. Архитектура города подчеркивает естественные линии склона, и каждый дом или здание выглядит как часть ландшафта, интегрирована в природу. Многие здания украшены терракотовыми и постельными цветами, что создает яркий контраст с зеленью гор и синевой моря. Климат Позитано можно классифицировать как типичный средиземноморский, с мягкими влажными зимами и жарким сухим летом. Такое климатическое сочетание характерно для всего региона Амальфитанского побережья и делает его популярным местом для круглогодичного туризма. Температура редко опускается до экстремальных значений, что позволяет наслаждаться городом и его окрестностями в любое время года. Летний сезон в Позитано длится с июня по сентябрь. Лето здесь жаркое и солнечное, с почти постоянной ясной погодой. Средние дневные температуры в летние месяцы колеблются от плюс 25 до плюс 30 градусов, а в пиковые дни июля и августа могут достигать 35 градусов тепла. Ночи обычно более прохладные, что приносит некоторое облегчение от дневной жары. Осадки в этот период крайне редки и влажность воздуха низкая, что делает лето в Позитано комфортным для пляжного отдыха и прогулок по городу. Теплое Тиренское море прогревается до 24-26 градусов тепла, обеспечивая отличные условия для купания. Осень в Позитано начинается в сентябре и длится до ноября. Этот сезон характеризуется постепенным снижением температуры и увеличением осадков, особенно в ноябре. Сентябрь и октябрь по-прежнему остаются теплыми, со средней температурой около 20-25 градусов тепла. Однако ночи становятся прохладнее. Это время идеально подходит для тех, кто предпочитает более спокойный отдых без палящего солнца. Море в начале осени еще теплое, но к ноябрю температура воды постепенно снижается до плюс 20. Осенние месяцы также славятся своей живописной природой. Оливковые рощи и виноградники на склонах Позитана приобретают яркие осенние оттенки. Зимы в Позитано мягкие и влажные. С декабря по февраль средняя дневная температура колеблется в пределах 10-15 градусов тепла. Хотя это значительно прохладнее, чем летом, зимний климат Позитана все равно достаточно теплый по сравнению с другими регионами Европы. Ночи могут быть холоднее, опускаясь до плюс 5-8 градусов тепла. Однако заморозки в Позитано крайне редки. Зима является самым дождливым периодом года. В декабре и январе выпадает наибольшее количество осадков, часто в виде коротких, но интенсивных ливней. Несмотря на это, солнечные дни также встречаются достаточно часто. И благодаря мягкой зиме город продолжает привлекать туристов, особенно тех, кто предпочитает избегать летней жары. Весна в Позитано – это время пробуждения природы. С марта по май температуры постепенно начинают расти. Среднее значение достигает 15-20 градусов тепла. Весенние месяцы отличаются меньшим количеством осадков, чем зимой, и увеличением солнечных дней. Это время года считается одним из лучших для посещения Позитана, так как город еще не заполнен туристами, а погода уже достаточно теплая для комфортных прогулок. Март может быть несколько прохладным и дождливым, но уже в апреле и мае устанавливается стабильная солнечная погода. Море к этому времени начинает прогреваться, хотя температура воды остается относительно прохладной – около 18-20 градусов тепла. Весна также предлагает обилие цветов и свежей зелени, что делает пейзажи Позитана еще более живописными. Из-за своего расположения на побережье Теренского моря Позитана регулярно испытывает влияние морских бризов, особенно в летнем месяце. Эти ветры помогают смягчить жару и приносят свежесть, особенно в вечернее время. В зимний период иногда дуют более холодные и северные ветры, приносящие похолодание. Влажность Позитана варьируется в зависимости от сезона. Летом она относительно низкая, что делает жару более переносимой. В зимние месяцы, напротив, влажность повышается, что связано с увеличением осадков и частыми дождями. Несмотря на значительный приток туристов, постоянное население Позитана остается относительно небольшим. По последним данным, постоянное население Позитана составляет около 4000 человек. Этот показатель варьируется в зависимости от сезона, так как в летнем месяце количество людей в городе значительно увеличивается из-за туристов. Основная часть населения проживает в самом городе, который расположен на крутых склонах гор, а также в окрестных деревнях и поселках, окружающих Позитана. Исторически население Позитана занималось сельским хозяйством, рыболовством и морской торговлей. Оливковые рощи, лимонные сады и виноградники остаются важным элементом местной экономики. Однако, начиная с середины 20 века, главной экономической деятельностью для большинства жителей стал туризм. Сегодня многие жители Позитана заняты в гостиничном бизнесе, ресторанах, магазинах и туристических агентствах. Успешное развитие туризма создало множество рабочих мест в сфере обслуживания. Местные жители управляют небольшими семейными отелями и апартаментами, ресторанами, а также ремесленными мастерскими, где продаются сувениры и местные продукты. Население Позитана гордится своими традициями и культурой, которая тесно связана с историей города. Позитана проводятся различные религиозные праздники и фестивали, такие как праздник покровительницы города Мадонны Асунты, который отмечается 15 августа. Этот праздник сопровождается процессиями, народными гуляниями и фейерверками, собирая как местных жителей, так и туристов. Местное население также активно сохраняет свои ремесленные традиции. Одной из самых известных ремесленных отраслей Позитана является производство сандалий ручной работы, которое приобрело популярность среди туристов и стало визитной карточкой города. Кроме того, Позитана славится своими изделиями из керамики и текстилем. С одной стороны, туристический бум привел к росту доходов и повышению уровня жизни местных жителей, с другой стороны, он также оказывает значительное давление на инфраструктуру и ресурсы города, что особенно заметно в пик сезона, когда количество туристов многократно превышает число местных жителей. Некоторые жители предпочтили переехать в менее туристические районы или даже за пределы региона, чтобы избежать перенаселенности и изменения привычного уклада жизни. Однако, большинство жителей города продолжает активно участвовать в жизни Позитана, адаптируясь к меняющимся условиям. Исторически Позитана переживал миграционные волны. В конце 19-го – начале 20-го века значительное количество жителей эмигрировало в Америку и Австралию в поисках лучшей жизни. Многие из тех, кто покинул родной город в те времена, все еще поддерживают связь Позитана, а некоторые их потомки возвращаются на родину предков. Сегодня миграционные процессы в Позитана связаны в основном с внутренними перемещениями в Италии и международным туризмом. В город приезжают сезонные работники, чтобы трудиться в туристическом секторе в разгар сезона. Помимо своей красоты и атмосферы, Позитана предлагает множество достопримечательностей, которые отражают его богатую историю, культуру и природное великолепие. Одной из главных достопримечательностей Позитана является церковь Санта Мария Асунта. Это величественный храм с характерным куполом, покрытый майоликой, разноцветной керамической плиткой. Церковь известна своим византийским образом Богоматери, который по легенде был доставлен в Позитана пиратами в XII веке. Церковь расположена в самом сердце города, недалеко от главного пляжа, и является не только важным духовным центром, но и архитектурным символом Позитану. Спиаджи Гранде – это главный и самый большой пляж Позитана. Он протянулся на 300 метров вдоль побережья, и несмотря на свою популярность среди туристов, сохраняет особую атмосферу уюта и спокойствия. Пляж предлагает захватывающие виды на город, который каскадом спускается к морю, и является центром жизни Позитана в летние месяцы. Здесь можно не только наслаждаться морем и солнцем, но и прогуляться по набережной, где расположены рестораны, кафе и магазины. Для тех, кто предпочитает более уединенные места, пляж Форнила станет отличным выбором. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от главного пляжа, и добраться до него можно по живописной тропе вдоль скал. Форнила – менее людный пляж, окруженный зеленью и скалами, что придает ему уединенность и романтику. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться тишиной и природой, вдали от шума туристов. Позитана был когда-то важным торговым портом, и в средние века его часто атаковали пираты. Для защиты от нападений вдоль побережья были построены сторожевые башни. Одна из самых известных – это Торо Сарацено, которая до сих пор стоит на скалах над городом. Эти башни не только служили оборонительными сооружениями, но и помогали предупреждать жителей о приближении опасности. Сегодня они стали символом исторического прошлого Позитана и открывают великолепные виды на море. Для любителей природы и активного отдыха Позитана предлагает один из самых знаменитых пеших маршрутов Италии – Путь Богов. Этот живописный маршрут проходит высоко над побережьем, связывая Позитана с соседним городом на Челе. Тропа открывает потрясающие панорамные виды на море и побережье, пролегает через горы и леса и является обязательной для тех, кто хочет насладиться природными красотами региона. Маршрут средней сложности, но его виды оправдывают все усилия. Недалеко от Позитана находится группа островов, известных как Легали или Сиренуза. По древнегреческим мифам, именно на этих островах обитали сирены, которые своим пением заманивали моряков. Сегодня Легали – это частные острова, на которых находятся роскошные виллы, но можно взять лодку или экскурсию, чтобы полюбоваться островами с воды. Виды на Легали, особенно на закате, впечатляют своей природной красотой. Относительно недавно в Позитана был открыт музей римской виллы, расположенный в нижних этажах церкви Санта Мария Асунта. Этот музей позволяет посетителям окунуться в древнеримскую историю города. Во время раскопок здесь были обнаружены остатки роскошной виллы I века н.э., предположительно разрушенной извержением Везувия в 79 году. Посетители могут увидеть хорошо сохранившиеся фрески, мозаики и другие артефакты, которые дают представление о жизни богатых римлян того времени. Палаццо Мурата – это исторический дворец, расположенный в самом центре Позитана. Построенный в 18 веке, он был резиденцией влиятельных семей города. Сегодня это место является популярным отелем и рестораном, где посетители могут насладиться роскошью и атмосферой старинного дворца, а также восхитительными видами на побережье. Узкие и извилистые улочки Позитана сами по себе являются достопримечательностью. Но они также привлекают туристов своими уникальными магазинами и бутиками. Позитана славится местными ремесленными изделиями, такими как сандалии ручной работы и модная одежда в стиле мода Позитана. Яркие, легкие платья и туники, идеально подходящие для пляжной жизни. Здесь также можно приобрести керамику, ювелирные украшения и произведения искусства, созданные местными мастерами. Прогулка по улочкам города – это не только возможность окунуться в атмосферу прошлого, но и отличная возможность приобрести что-то уникальное и памятное. Над Позитана на высоте около 400 метров расположены живописные деревни Ночеле и Монто-Пертусо. Эти небольшие населенные пункты привлекают туристов своими захватывающими видами на море и возможностью увидеть традиционную сельскую жизнь региона. В Монто-Пертусо находится природная арка, которая, по легенде, была пробита рукой Святого Петра. Эти места также популярны среди любителей пеших прогулок, так как сюда ведут живописные тропы от Позитана. Позитана известен своими роскошными отелями, многие из которых расположены прямо на склонах гор, предоставляя гостям захватывающие виды на море и город. Для тех, кто ищет более камерную атмосферу и уникальные интерьеры, бутик-отели Позитана предлагают отличный вариант для проживания. Эти небольшие отели сочетают в себе стильный дизайн и уютную обстановку. Для более уединенного отдыха многие туристы предпочитают останавливаться в виллах и апартаментах, которые можно арендовать на время отпуска. Виллы в Позитана предлагают полное погружение в местную культуру и стиль жизни, а также обеспечивают свободу и независимость. Для тех, кто ищет более доступные варианты проживания, Позитана предлагает множество гостевых домов и bed and breakfast. Эти места известны своим гостеприимством и часто находятся в исторических зданиях, предлагая уютную и домашнюю атмосферу. Кроме традиционных отелей и вилл, Позитана предлагает и альтернативные варианты проживания. Например, некоторые местные жители сдают свои дома или апартаменты, что дает возможность пожить как настоящие местные жители. Такие варианты могут быть как в самом центре города, так и в более уединенных местах на холмах. Кроме того, есть возможность арендовать лодки и яхты для проживания на воде. Это необычный и романтичный способ насладиться природой и морем, оставаясь при этом в непосредственной близости от города. Многие яхты предлагают комфортные условия для проживания, с возможностью остановки в различных местах вдоль побережья. Позитана – это не только живописный город с уникальной атмосферой, но и место, которое предлагает множество развлечений для туристов. Город и его окрестности открывают разнообразные возможности для активного отдыха, культурных мероприятий, экскурсий и наслаждения природой. Независимо от того, предпочитаете ли вы спокойный отдых на пляже или активные приключения, Позитана предлагает множество вариантов для незабываемого отдыха. Позитана предлагает множество водных развлечений для тех, кто хочет не только полежать на пляже, но и активно провести время. Аренда лодок – одно из самых популярных занятий на Позитана. Туристы могут арендовать небольшие лодки и самостоятельно исследовать побережье Амальфи, заглядывая в скрытые бухты и уединенные пляжи. Также можно взять экскурсию на лодке с гидом, чтобы узнать больше о истории и природе региона. Для более роскошного отдыха можно арендовать яхту и отправиться в плавание по Амальфитанскому побережью или к острову Капри. Во время таких поездок можно купаться в чистейших водах, наслаждаться морскими пейзажами и посещать прибрежные деревни. Кристально чистые воды побережья делают его идеальным местом для подводного плавания. В окрестностях Позитана можно найти множество мест для сноркеллинга и дайвинга, где под водой открываются потрясающие виды на морскую флору и фауну. Любители активного отдыха на природе оценят множество пешеходных маршрутов, которые пролегают через живописные горные и прибрежные территории вокруг Позитана. Кроме знаменитого пути богов, в окрестностях Позитана есть множество менее известных троп, которые ведут через оливковые рощи, лимонные сады и крошечные деревни. Они позволяют окунуться в природу и насладиться тишиной и уединенностью. Хотя Позитана это не место для шумных вечеринок, здесь можно найти несколько отличных мест для отдыха вечером. Многие рестораны в Позитана предлагают не только отличную еду, но и потрясающие виды на закат над Теренским морем. Ужин в таком месте станет незабываемым завершением дня. Бары и кафе на крышах отелей предлагают насладиться коктейлями с видами на освещенный город и море. Это отличный способ расслабиться после насыщенного дня. Позитана ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Добраться до этого курортного рая можно несколькими способами и каждый из них по-своему интересен. В зависимости от вашего маршрута и предпочтений, вы можете выбрать удобный и быстрый способ путешествия. Позитана не имеет собственного аэропорта, поэтому первый этап путешествия обычно начинается с перелета до одного из ближайших городов с аэропортом. Самые удобные аэропорты – это аэропорт Неаполя. Ближайший крупный аэропорт к Позитана, находящийся примерно в 60 километрах от города. Большинство международных и внутренних рейсов прибывают именно сюда. Из Неаполя удобно добираться до Позитана на автомобиле или общественном транспорте. Аэропорт Рима находится примерно в 275 километрах от Позитана. Хотя это дальше, Рим может быть удобным вариантом для тех, кто планирует совместить поездку с посещением столицы Италии. Путешествие на автомобиле – это один из самых популярных способов добраться до Позитана. Особенно, если вы хотите насладиться живописными видами и гибкостью передвижения. Из Неаполя до Позитана путь займет около полутора-двух часов. Этот маршрут проходит вдоль побережья и предлагает захватывающие виды на море и горы. Однако важно учесть, что дороги здесь узкие и извилистые. И летом, когда поток туристов увеличивается, стоит быть осторожными. Поездка из Рима займет около четырех часов. По пути можно остановиться в Неаполе или Соренто для короткой экскурсии. Поезд – это удобный и комфортный способ добраться до Позитана, особенно если вы путешествуете из крупных городов, таких как Рим, Флоренция или Милан. Прямого железнодорожного сообщения с Позитана нет, но ближайшая станция находится в Соренто. Из Рима скоростной поезд может доставить вас до Неаполя всего за 1 час 10 минут. Из Неаполя можно пересесть на региональный поезд, который следует до Соренто, примерно полтора часа в пути. Добраться из Соренто до Позитана можно на автобусе или катере. Автобусы – один из самых доступных способов передвижения по Мальфитанскому побережью. Существует несколько автобусных маршрутов, которые соединяют Позитана с другими городами региона. Автобус из Соренто Этот автобусный маршрут следует вдоль живописного побережья и доставляет пассажиров из Соренто в Позитана всего за 30-40 минут. Автобусы отправляются от железнодорожной станции Соренто. Летом автобусы могут быть переполнены, поэтому рекомендуется приезжать заранее, чтобы занять место. Автобус из Амальфи Для тех, кто путешествует по всему побережью, автобусы также соединяют Позитана с другими курортами, такими как Амальфи и Равелло. Путешествие на катере – один из самых романтичных и живописных способов добраться до Позитана. Летом катера курсируют между различными городами побережья и Позитану. Добраться из Неаполя можно, воспользовавшись паромами и катерами компаний, таких как Алилаура и НЛГ, которые доставляют пассажиров из порта Неаполя до Позитана. Путешествие по морю займет от полутра до двух часов. Это живописный и удобный способ избежать пробок на дорогах. Соренто – это ближайший порт к Позитана. Катера отходят от порта Марина-Пикола и доставляют пассажиров в Позитана за 30-40 минут. Это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться морскими пейзажами. Катера также отправляются из Амальфи, и это путешествие займет около 20 минут. Это удобный способ передвижения между курортами побережья. Если вам нужно добраться до Позитана быстро и комфортно, можно воспользоваться услугами такси или заказать частный трансфер. Этот вариант особенно популярен среди туристов, путешествующих с большим багажом или семьей. Такси из аэропорта Неаполя до Позитана будет стоить дороже, чем поездка на автобусе или поезде. Но это удобный способ без пересадок. Поездка займет около полутора часов. Можно также заранее заказать трансфер через отель или специальные сервисы. Несколько советов для путешественников. Лучшее время для поездки. Амальфитанское побережье, включая Позитана, наиболее посещаемо с мая по сентябрь. Когда погода теплая. Но это время также с наибольшим количеством туристов. Если хотите избежать толп, лучше запланировать поездку в апреле или октябре. Пробки на дорогах. Летом дороги на побережье могут быть очень загружены, особенно в выходные и праздничные дни. Чтобы избежать заторов, лучше выезжать рано утром или выбирать морские маршруты. Парковка. В Позитана мало мест для парковки, и они могут быть дорогими. Если вы планируете путешествовать на автомобиле, заранее уточните возможность парковки в отеле или на платных стоянках города. Как мы видим, добраться до Позитана можно различными способами. И каждый из них имеет свои преимущества. Независимо от того, предпочитаете ли вы путешествия по живописным дорогам, быстрый поезд или расслабляющее морское путешествие, Позитана всегда готов встретить вас своими потрясающими видами и гостеприимной атмосферой. Позитана perfectа. Субтитры создавал DimaTorzok